это было что очищение какое-то вот вы назвали что вы ели кашу на воде вы проревелись и это что было чистка какая-то внутренняя да возможно чистка принятия ситуации такой какая она есть освобождение когда вот я поставлю когда в комнате стоишь страшно 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 и ты боишься разобрать но это как не меняет того факта что тебе страшно то есть такое ощущение что я вот открыла глаза и я вижу свой страх я смотрю ему в глаза я как-то его под приняла закрытыми глазами что это самое важное смотрите из чего строится вот психотерапии и почему часто с клиентами с пищевым поведением не работает гипноз почему не работает потому что человек встретился со своим страхом его настроили он освободился но это первая ступенька вторая ступенька это навыки саморегуляции для того чтобы справляться с этим страхом потому что привычная нейронная цепь она работает каждый день мы осознаем что-то и вот мы пережили мы поняли нас отпустила но желание вчера было а мозг еще работает как вчера ему его нужно учить и поэтому это больно страшно неудобно дискомфортно но это так и клиент живет обычно от встречи до встречи с прогрессом то есть психотерапия здесь как глоток воздуха почему потому что он падает и если он уходит либо как он сказать либо замыкается это получается регресс либо там ищет какой-то новый уникальный способ какую-то там вытяжку что-то там жиросжигающие но это все тоже здесь важно мизерный мизерный результат который вы создаете которую вы можете хвалить и очень важно что когда у вас есть регресс вы можете об этом свободно ну как говорить и потому что возникает стыд и хочется как маленькому ребенку спрятаться и сказать я у меня нет домашки я не иду в школу вот такой момент было я как-то вот это даже такое ощущение что еще смогу это что мне мне не хорошо у меня вот такие сильные перепады настроения как шизофреника нету я вообще прям вах-вах и порхаю и все классно через пять минут я могу сесть тупо на кровати перед собой смотреть потому что вот как-то вот сильно-сильно штормит на наши занятия с вами у меня были моменты когда ну может быть даже неделями 10 10 дней у меня был такой наплыв сил и что и еда меня не интересовала и все перло и я на волне было и я так понимал как я по-другому раньше как-то жила ведь это же так просто это же так легко я сейчас это пытаюсь вспомнить воспроизвести и я понимаю что ты на данный момент мне опять очень очень сложно и еще я понимаю что мне плохо но мне не хочется никому обращаться за поддержкой не потому что я там такая гордая а я вот такое чувство что я смакую это я вот вот мне надо вот тут что немножко меня вот затянуло пассивно можете описать вот до этого до нашей встречи вообще эффективность перепад что такое эффективность это перепады настроения они бывают смотрите в течение дня а бывает например неделями захлестывает вау а за дом фазами это в течение жизни вам приз ну как присущие либо это вот какое-то новое что появилось да нет присущая но то ярче то тише бывает вообще мне присущи то бывает фазы когда у меня такая рефлексия начинается я ухожу в себя и это не обязательно сразу вот срывы с поведением как поведение срывы с едой там или какая-то агрессия на себя я немножко ухожу в себя бывает да вот смотрите тогда здесь вам важно принять этот факт что это вашей жизни есть и даже не если нет какого-то поведения которое замещает либо является там зависимым для того чтобы справиться но у вас есть некие качели с которыми вы в принципе справляетесь то есть у кого сильные качели тому нужны препараты потому что бывают эффекты такие что человек просто но ему сложно вот поэтому когда вы осознаете что у вас опять настает вот это вот кризисное состояние здесь важно с радикальным принятием идти в него то есть не сопротивляться но определять для себя заранее выдавать себе как команду на то что я готова в нем пробыть и там поживаться там сама собой такое-то время дабы не уходить ниже не уходить глубже чем вы уже чего-то достигли у нас у всех в жизни бывают такие качели то какие-то что нас откидывают но важно давать себе задачу возвращаться к той действительности которую мы уже создали дабы результат улучшать смотрите а вот про пищевое поведение вы говорите вы вели себя как это было не обдуманно это было чем запихнуть вот такое отношение и такое ощущение что я сейчас даже вот наказывала я понимала что мне бы не очень плохо белого хлеба мне я его особо не люблю и от сладости неплохо но я почему-то в себя их толкала и так хорошо стоп отлично я себя наказывала наказывала за что я очень раздражена и недовольна собой мне кажется я не успеваю я могу намного больше и дальше внутренняя глубинная неудовлетворенность собой как вы считаете рационально ли себя еще больше наказывать дабы еще почувствовать внутренний дискомфорт и саморазрушение что что можно использовать из самоподдержки и самовалидации принятия сознания дабы справиться с этим гнетущим состоянием тревоги и гноблением себя что бросить все и уйти от от надок хочу я не разрешаю себе стоп я хочу сейчас выбросить и поехать в музей я не могу но вот смотрите вот сейчас секунду это те же бывают аффекты когда мы между хочу и на дом но бывает импульсы которые нас заставляют создавать новый уровень но мы их почему-то не не разрешаем им быть это как мудрый разум и эмоциональный разум эмоциональный разум будет иди в музей мудрый рациональный разум говорит сиди дома стирай белье щас дети придут ну к А мудрое мышление, оно посередочке, оно принимает это желание и говорит, окей, сейчас я не могу этого себе позволить, но я услышала, что я хочу это сделать, соответственно, я запланирую эту встречу и ее совершу, чтобы и внутренняя эмоция не пострадала, и импульс не был таким сильным, потому что вот у меня, например, клиентка идет на работу, и она говорит, ну вот что-то мне там, короче, в голове сработало, а сработала импульсивность, некую эмоцию, которую она не успела прожить, и она зашла в булочки и купила почему-то себе вместо одной булочки 10, а потом как-то и на работу опоздала, потом начала винить себя и впала в депрессию к концу дня, потому что она обжиралась. Но суть здесь в чем? У нее был импульс, это из эмоционального разума, и она пошла и совершила, она говорит, ну мы же учимся себя слышать, я говорю, смотрите, ну здесь у каждого по-разному, кто-то у меня живет с рациональным слишком, невротики мои любимые, они только, их нужно раскрепощать, любить, лелеять, там, чтобы они вообще себе что-то позволили делать. А есть, которые, пограничники, которые все им, ну, как бы хочется вот прямо сейчас и нужно совершить. И здесь нужно мудрое мышление. Хорошо. Я себя наказываю, так, наказываю за то, что я неэффективна, на то, что я могу больше. А чего я могу больше? Что я могу больше? Что я могу больше? Прямо сейчас. Ответьте себе на вопрос. Я могу быть больше, чем просто мама и домохозяйка. Меня раздражает то, что так много времени уходит на быт. Я, с одной стороны, понимаю, что я не типичная домохозяйка, и, возможно, мне не дотянуться до того уровня, до той картинки, которая у меня в представлении, какая я должна быть. Но меня это бесит, что я не могу этого достичь хотя бы на время там вот, когда, пока я дома. И будет бесит. И знаете почему? Потому что это внутреннее рассогласование. Есть убеждение, желание, но есть всяких но, 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 которые, возможно, и вы ставите, и реально создают, ну, как бы, социальные условия так, что вы что-то не можете. Поэтому в данной ситуации важно услышать себя и начать строить не ту, как вам сказать, не ту барышню там, барби, которая в голове, к примеру, да, там, но хотя бы ту дюймовочку, которая тоже из вашей головы, но она посередочке. Для этого что нужно создать? Для этого нужно реально понять, что мне важна социальная активность, как мы с вами говорили, и начать ее реализовывать. Прямо мы с вами сегодня на этом сосредоточимся, потому что если вы идете не слыша своего внутреннего состояния, то есть вы себя задалбываете, закрываете, оно нарастает и возникает, организм не может жить против себя. Он всегда будет жить с собой, и он потребует, скажет, дай пожрать, дай что-то сделать с собой, потому что я тебе говорю, что мне плохо, а ты опять закрываешь меня. Поэтому давайте сегодня сфокусируемся на том, что мы услышим свои потребности и начнем их воплощать в жизнь постепенно. Так, я себя наказываю, что я не могу больше, меня раздражает, что я не достигаю тех результатов, которые я бы хотела. Я хочу быстро чик-чик-чик все поделать. Какие нужны результаты, давайте я записываю, какие нужны результаты вообще, вот помимо дома? Быстро, ну результаты, быстро справиться с домашними делами, чтобы отпустить себя на волю, вот так вот. Так, хорошо. У меня остается воля по остаточному принципу, на который просто, ну не хватает времени. Какая воля? С другой стороны, я понимаю, что дома я не хватает. Воля, 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 какая она, что там в этой воле, что вы делаете? Социальные контакты, музеи, время на себя, встречи. Социальные контакты. Так, встречи, встречи какие? Деловые или это времяпровождение? Нет, пока только друзья, пока только друзья, знакомые. Угу. Пока. Так, время на себя. Это тоже, то есть, то, о чем мы говорили, там, тренировки, либо там какой-то уход за собой, да? Время на себя. Или это что-то другое? Что это? Обозначайте максимально четко для себя. Ну, пока на уход на себя я вроде как выделяю, можно еще больше, но с этим более-менее функционирует все. А именно вот пойти с подругой в кафе, у меня фоном идет всегда чувство вины. Чувство вины, я сижу в кафе, я понимаю, что в это время сколько бы я могла сделать дома. Вот почему-то мне кажется, что дома столько дел, такой непочатый край. Это исходит из вашего критика, ну, запрещающего, который постоянно вас будет тянуть домой. Если у вас есть потребность, и если вы сейчас начнете постепенно реализовать и разрешать себе то, что вы не разрешали, у вас будет бунт рационального вашего разума, который постоянно вас туда вот возвращает. А вам нужно немножко услышать себя и поэтому преодолеть. Поставьте на этой неделе, как мы с вами на прошлое договорились, не важно, что на прошлое не получилось, мы берем с новую, открываем. Поставьте для себя три дела какие-то между, я не знаю, между событиями, которые вы создадите для себя. И на них вы будете чувствовать свою вину, о том, что я недостойна, почему я сижу здесь, там носки лежат, еще там, не знаю, что будете чувствовать. Но, когда вы будете с этим сталкиваться, вам важно принимать эту мысль и наоборот давать подтверждение другое. Какая я молодец, что я нашла время, несмотря на все это, для себя. Вот это, вот прям вот себе вот научиться замечать хорошее, сделанное для себя. И тогда вам захочется чуть больше. Ага, оказывается, на этой неделе у меня получилось для себя создать мероприятие. Как-то я договорилась со всеми и коммуникацию простроила. И стресс снижается. Почему снижается? Потому что вы выбираетесь, выбираетесь и реально находите какое-то время. Так, хорошо, пойти с подругой. Воля, социальный контакт. Я все возвращаюсь к нашему плану. Давайте сейчас, на неделю, что мы с вами планируем создать? Ну, как минимум, у меня здесь по месту есть подруга, с которой мы уже давно договорились. И все откладывается, откладывается. То есть, пока дети в садике, у нас как минимум поход в кафе. А почему в кафе? Вы только в кафе хотите? Либо вы можете что-то интересное вообще, как посетить какое-то мероприятие, что-то вообще... Или это просто стереотип? Либо реально хочется в кафе? Ну, именно с этой подругой именно хочется в кафе, да. Хорошо, отлично, что вы это... А что мы уже хотим? Смотрите, вы можете сегодня-завтра с ней договориться о встрече? Конечно. Хорошо, прям сегодня, прям создайте эту встречу. Создайте не просто намерение, а действие. Встреча. И вот помните о том, что будут палки сыпаться. Когда вы намерены и создали уже шаг первый, у вас появится куча всего, чтобы препятствий. Голова заболела, давление, ребенок там что-то... Ну, короче, потому что это ваше внутреннее будет сопротивление. Знаете об этом. Я поняла. Мы договаривались в прошлый раз, что я наконец-таки пойду на танцы. И почему я не пошла на танцы, вы понимаете? Потому что сейчас начались осенние каникулы, и курс мне работает в каникулы. Я понимаю, что не то, что там я создала условия, что каникулы резко начались, а что я себя подготовила, что я пойду на танцы именно в тот момент, когда начались каникулы. Причем это второй раз, потому что первый раз это уже было в начале лета, я сказала, все, и я поехала туда, и я встала перед дверьми закрытыми. Почему? Потому что учились мне книгу. Из-за этого нужно такую конфету делать в отношении того, что я смогла, что я сама о себе позаботилась, что я о себе дала для того, чтобы ваш ум запоминал. Это как новая практика. Ему привычно не давать себе и гнобить себя, чмырить себя. А сейчас вы прямо на этом делаете фокус внимания. Встреча. Смотрите, встречу вы, мне кажется, вы сможете, я просто даже больше, чем уверена, создать. Но исследуйте там себя, хотелось, не хотелось быть. Наблюдайте за своими мыслями, как это все происходит. Участвуйте. Сегодня я хочу с вами закрепить три навыка базовых из осознанности. Это навык участия, навык наблюдения и, сейчас, осознанность, наблюдение, участие и описание. Что это значит? Ого. В любой ситуации с мыслями, это можно использовать с мыслями, с эмоциями, с поведением. Первое. Наблюдать. Что это значит? Как мы с вами говорили, наблюдать за своими мыслями. Это когда вам срочно захотелось сделать чаю, вам срочно захотелось позвонить другу. Это просто вот практика, которая вам будет дана, и потом вы ее не сможете не практиковать. Она спасает от кризисных, таких импульсивных действий, когда вам вдруг резко захотелось нажать стоп-кран. А вы уже умеете, что, ну вот это мой стоп-кран, он так срабатывает, поэтому я на него просто смотрю. Так вот, вы наблюдаете за своими мыслями в момент встречи с подругой, вообще за собой. Далее, вы наблюдаете за своими эмоциями, как мы говорили, ну там эмоция гнева, эмоция раздражения. Вам это супер нужно как делать. Почему? Потому что вы осознаете, что у вас бывают качели. И так или иначе, далее следуют действия какие-то, ну которые вам не очень-то комфортны. Но если вы научитесь наблюдать за своими эмоциями, то есть, в принципе, ваша жизнь не будет сильно страдать, ну меняться там как-то. Вы идете к какому-то мини-плану, и если даже у вас гнев, раздражение, и вы сейчас в тревоге, в агрессии, вы сможете следовать этому плану. И это про наблюдение за эмоциями. Далее, наблюдение за поведением. Это сложно, когда вы, например, отслеживаете уже то, что вы привыкли делать, наблюдаете, и меняете постепенно. Пока наблюдать, наблюдать в трех ипостасях. Далее, максимально участвовать в моменте. Момент, это что значит? Удалось создать коммуникацию, ну там, транзакцию с подругой, с мужем. И будьте в этой встрече, не в прошлом, не в будущем, а вот прямо сейчас вы именно здесь и посвящаете этому время. Тогда ваш ум будет немножко успокоен. То есть, когда вы готовите кушать, готовьте кушать. Не надо решать там миллион-миллион-миллион задач. Так снижается нервное напряжение. И невроз, ну как бы, даже у каждого есть, у каждого, ну минимальный. Он снижается. Поэтому, когда у вас получается максимально участвовать в одном действии, обмен опытом, чеки, обработка чеков, не погружаясь ни в прошлое, ни в будущее, это вам помогает. Далее, участие, наблюдение. Господи, я сама уже много сегодня говорю. Далее, далее, далее. Дневник эмоций, если сложно вести, просто хотя бы в каком-то блокноте, в телефоне, просто оценивать свое. Да нет, в принципе, не сложно. Знаете, это как снижение поведения, что я не хочу туда сильно смотреть, типа как я не хочу встречаться с реальностью. И хочется записывать только положительные вещи, а их нет, и поэтому вот это сопротивление. Не сложно, конечно, не сложно. Почему сложно? Смотрите, тогда что важно, когда вы видите, что оно вот так, вот так, вот так, и вы реально делаете действия, то есть смотрите. И такие, ну вот, жизнь какашка. А что я сделала? Вот у меня было вот так. А я хотела, у меня был план о том, что я встречусь с подругой. Я этого опять не реализовала. И вопрос тогда уже к себе, ну как я могу изменить, если я не делаю шаг? Мне нужно, и там уже потребность просто, вы уже смотрите этот дневник, думаете, да ёпп, РСТ. Ну, сколько можно находиться в этом? Если вы знаете, что в этом месяце, ну, примерно вам плохо, и вы ничего, ну, тут вы ведете, это как прокачка серотонина. Серотонин и дофамин, ну, наши нейромедиаторы. Когда у вас есть мотивация, и вам вот, вы супер решили сделать, сесть на диету, но тут случилась пироженка рядом. И я взяла эту пироженку, ну, потому что у меня есть мотивация, но серотонин, то есть недостаточный. Нет практики преодоления. Казалось бы, гениальная мотивация, но почему-то у меня опускаются руки. И здесь важно делать мелкие шаги, такие каверзные, ну, как бы там оценивать свое настроение, думать, что я могу сделать сама, какие встречи внести, как изменить свой план, дабы поднять себе качественную жизнь. И потом вы привыкнете это делать, то есть когда у вас осень, либо там еще что-то, там, не знаю, ПМС, вы просто будете управлять абсолютно своим поведением и настроением. Не избегая его и не впадая в более худшее. Самая важная штука, это в любой качественной, как бы, психотерапии, это не дать клиенту уйти в худшее состояние. То есть у него есть какой-то минимум, надо удержать и повысить чуть-чуть, и чуть-чуть повысить, и еще, и как, ну, нанизывается. Потому что мы, когда избегаем наше состояние, мы уходим, ну, в регресс. Это как с тренером, то есть нам этого с вами не нужно. Хорошо, я записала, встреча у нас точно будет. Что еще в отношении реализации себя? Ну, вот я четко на себе написала, встречи деловые, встречи социальные, пойти с подругой.